Мой дедушка, приезженников Иван Фёдорович, родился в 1923 году. Когда началась война, ему было всего 18 лет, его, как и многих, забрали на фронт, отправили в учебку. И до 1942 года он учился в Новосибирске. После этого он был связистом, его отправили непосредственно на передовую, на фронт. О войне он не любил рассказывать. Даже вот мой отец, он говорил, что очень редко. И в основном это были вот такие истории, ну так скажем, о его чудесном спасении, потому что он был дважды контужен, дважды ранен. И один раз самое тяжелое ранение он получил, когда они переходили линию фронта, и была бомбежка, и его засыпало землей. На нем в тот момент, ну по стечению обстоятельств, находились трофейные немецкие сапоги. Как известно, на фронте было довольно скудное снабжение. И когда его засыпало землей, те, кто шли следом, было даже такое предложение добить немца. И лишь какой-то командир сказал, что да здесь немцев не было. Его начали откапывать и спасли этим-то чудом. Вот он про это вспоминал. Потом, когда его уже, тяжелораненого, увезли в ВК-госпиталь, началась бомбежка самолетов, и его своим телом закрыла медсестра. Об этом тоже он всегда со слезами вспоминал. Медсестра, к счастью, осталась жива, но она была тоже тяжело ранена. Они лежали в ВК-госпитале в соседних палатах, и он до конца жизни ей был благодарен. Война для него закончилась в Австрии. Он пришел с медалью за отвагу. К сожалению, я в своей жизни, в сознательной жизни, не имела радости общения с ним. Но всегда из воспоминаний родственников, людей, знала, что он был очень мудрый, спокойный, очень умный, талантливый человек. И, к сожалению, конечно, к моему величайшему сожалению, не довелось мне с ним пообщаться, услышать, может быть, из его уст рассказа о войне. Но я горжусь им. Именно поэтому в честь него я назвала своего сына Иваном. Мою бабушку зовут Герасимова Ираида Николаевна. Она труженица тыла. Когда началась война, как и многие, в принципе, она записалась в военкоману для того, чтобы идти на фронт. Но, пройдя курсы в военкомате, ее из-за того, что некому было пахать абсолютно, а представитель сельсовета наложил бронь и никуда не пустил. В период с весны до осени они работали в поле, пахая, сеяли, убирали урожай. Как только заканчивался сезон уборки, бабушку, как и всех, в принципе, много кого, их командировали. Командировали в лес, они в это время валили лес. Лес. Работа мужская, очень тяжелая. То есть, что многие, в принципе, кто сильно не знал это дело, многие там погибли. Когда началось уступление войск Советской армии вплоть до Москвы, их направили копать окопы. Там они довольно-таки длинные траншеи рыли. Мы, как сама бабушка рассказывали, что размеры вот этих вот траншеи 6 метров в глубину и 4 в ширину. Для того, чтобы со стороны врага идет крутой склон, а со стороны Советской армии, да, пологие. Для того, чтобы танки и другая техника просто падала и больше не смогла подняться. Очень много все делали вручную, потому что техники не было. Но я горжусь своей бабушкой, потому что благодаря таким людям, как она, в принципе, была завоевана победа. Потому что победа не только на фронте ковалась, но и в тылу. В тылу, порой зачастую, было гораздо сложнее. Потому что все для фронта, все для победы. КОНЕЦ КОНЕЦ